Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Я продолжаю свои прогулки по Москве, в которых я ознакомлю вас с разными красивыми и интересными историческими зданиями в Москве, в разных ее районах, на разных улицах. Перед нами доходный дом Третьяковых. Это исторический доходный дом в Москве. Он расположен на углу улиц Кузнецкий мост и Рождественка. Построен он был по заказу купцов-меценатов братьев Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых, архитектором Каминским в 1892 году. Первые сведения о застройке участка на углу Кузнецкого моста и Рождественки относятся к середине XVIII века, когда здесь стояли две каменные палаты Подьячьего-Советова, затем участок стал частью владения, принадлежавшего Волынским, Воронцовым и Бекетовым. В 1801 году владелец усадьбы Бекетов открыл здесь типографию, в которой начал издавать сочинения русских писателей Фанвизина, Гнедича, Жуковского, Хераскова, Радищева и многих других. Бекетов издавал также журналы «Друг просвещения» и «Русский вестник». Являлся председателем Московского общества истории и древностей российских. В первой и второй этаже и подвал были магазины, здесь и конторские помещения. В правой части здания по-рождественски располагался банк «Леонский кредит». В этом же здании находился и знаменитый магазин «Дациара». На третьем этаже были жилые помещения. После 1917 года в здании располагались подразделения наркомата юстиции. Во второй половине XX века прокуратура РСФСР. В 1809 году владение перешло Московской химико-хирургической академией, среди многочисленных выпускников которой были анатомный хирург Буянский, профессор окушерства и судебной медицины Кораблев, врач Достоевский, отец писателя Достоевского, и биолог Рулье. Помещение бывшей типографии Бекетова занял анатомический кабинет, в котором, страшно оскалив зубы, стояли человеческие скелеты. Бывший парк Воронцова был приспособлен под ботанический сад с участками для разведения лекарственных растений. Предположительно, во время нашествия французских войск здесь, в одном из домов, останавливался Стендаль. В 1846 году в зданиях, переехавшей в Санкт-Петербург Академию, размещались медицинские клиники Московского университета. В клиниках преподавали и работали видные университетские ученые, в том числе и один из основоположников российской генетологии – Снегирев. Здесь работал и некоторое время жил при клинике хирург Склифосовский. В 1891 году Утловой с рождественской участок был приобретен братьями Третьяковыми. Уже в 1892 году по заказу владельцев было построено, сохранившееся до нашего времени, трехэтажное здание доходного дома, увенчанное высокими шатрами. Архитектор здания Каминский, являвшимся мужем сестры Третьяковых и выполнившей для них несколько проектов, он применил в оформлении фасада дома характерный для его творчества псевдо-русский стиль. Первые и вторые этажи были спроектированы Каминским под торговые и конторские помещения, третьи – под квартиры. Парадный вход в деловую часть был расположен в судловой части здания. Входы в квартиры находятся под торцевым фасадом с обеих улиц. Боковые фасады здания строго симметричны и точно повторяют друг друга. На третьем этаже размещались три большие квартиры, на 6, 7 и 8 комнат, одной из которых снимал владелец магазина Дациара. Морозин находился в одном из боковых флигелей, ну, отделов этого здания. В 1930 году в здании размещались редакции журналов «Артябрь», главным редактором которого был Серафимович и «Рост». В советское время здесь также размещались Народный комиссариат юстиции, Московская губернская прокуратура, прокуратура РСФСР и прокуратура Российской Федерации. Также в 80-х годах здесь работал парикмахерский салон на месте магазина Дациара. В 2004 году было принято решение о реконструкции здания под торгово-офисный центр. Эти работы были проведены в 2008 году, но здесь в здании произошел крупный пожар, который нанес ущерб, пострадали стены, частично обрушились перекрытия и крыша. В 2011 году закончена реставрация доходного дома, и вы можете видеть его вот такой вот восстановленный. Доходный дом Третьяковых принадлежит числу наиболее ярких и характерных образцов архитектуры России второй половины XIX века. Но надо сказать, что на этой улице очень много чего есть интересного. Я даже не стала никуда больше поворачивать отсюда. У меня, конечно, есть видео с Кузнецкого моста и не одно, но так подробно я не рассказываю там о зданиях, я просто в целом показываю улицу, рассказываю об улице, почему Кузнецкий мост и так далее. А здания я вам показываю сегодня. Ну и, чтобы далеко не ходить, следующее здание, которое стоит вплотную к этому дому, это дом художника, московский дом художника. Дом художника – это не стены и не стеклянные крыши, вот вы сейчас видите его на своих экранах, это даже не учреждение, это арт-пространство, куда можно сходить в Москве сегодня. И, к сожалению, московский дом художника – это вековые художественные традиции столичной жизни. Здесь существует свой микроклимат московской жизни. Такая обжитая физически-пространственная, духовно-бладоприятствующая среда, напоминающая о глубинном единстве искусства и творческого диалога. Это пространство на Кузнецком мосту, дом 11, куда можно сходить, чтобы отдохнуть душой. История этого легендарного дома берет свое начало еще в 18 веке. В первой половине этого столетия это владение земли состояло из нескольких участков, которые принадлежали разным купцам, офицерам и даже московскому губернатору, коммердеру, князю Борису Юсупову. Уже тогда купцы здесь предлагали множество модных и интересных товаров. Многие столичные модницы, при мысле, куда можно сходить в Москве, стоминали именно это место. В конце 1730-х годов многочисленные участки были объединены в одно владение, хозяином которого стал кабинет-министр Артемий Волынский. Но фактически землей управлял его зять, граф Иван Воронцов, который впоследствии стал и владельцем земли. Именно благодаря Воронцову на Кузнецком мосту были первые красочные торговые лавки. Впоследствии именно этот фундамент и стены стали основой современного московского дома художников. Огромное владение графа, которое занимало почти два квартала и выходило на улицы Рождественской, и не длинную, стало одним из самых модных мест в Москве. Воронцов оставался хозяином этой усадьбы до 1889 года. В 1793 году часть земли была продана вдове Петра Беретова, где ее сын Платон Беретов организовал книжную лавку. Платон Беретов был известным в книдопечатниках, коллекционерам и историкам. Он владел несколькими типографиями, и дом на Кузнецком мосту в это время стал местом встречи и клубом московской интеллигенции и любителей чтения. Здесь проводили вечера многие коллекционеры и историки. Многие любители книг и искусства при вопросе, куда можно сходить в Москве, неизменно указывали на Кузнецкий мост. После Беретова участком владели разные купцы первой дильди и разные книгопечатники. А само владение было разделено, но по-прежнему это место оставалось культовым. В 1880 году дом на Кузнецком мосту выкупил известный промышленник, почетный член Совета торговли и мануфортур Франц Карлович Сан-Гали, желая сделать здание наиболее удобным для магазинов и культурных мероприятий, куда можно сходить в Москве. Франц заказал специальный проект у архитектора Алексея Мартынова. Архитектор соединил два отдельных одноэтажных строения огромным чугунным сводом, покрытым стеклом. Это привнесло в здание естественное дневное освещение. Также здесь был оборудован выставочный зал для коллекционеров, издателей и ювелиров. Дом был назван по имени владельца Пассаж Сан-Гали и стал настоящим центром искусства и моды, куда можно было сходить в Москве. Здесь размещались лавка элитного фарфора, хрусталя, оружейная лавка знаменитой мануфортура Бернгард и компания, ювелирный салон Пале Рояль, художественный салон Дациара, магазин музыкальных инструментов Шрёдера. За несколько месяцев до революции 1917 года это здание приобрел известный кондитер и пекарь Николай Филиппов, продолжатель прославленной династии. Приобрел он это здание не случайно. Его манила слава дома на Кузнецком мосту 111, как одного из модных мест, куда можно сходить в Москве. Он обустроил здесь кафе Питтореск, которое очень скоро стало знаменитым. Стены кафе были оформлены известными художниками того времени Львом Бруне, Надеждой Удальцовой и Александром Осмеркиным. Изменился знаменитый стеклянный паталор дома, который был расписан живописцем Владимиром Татлиным, что создавал удивительные витражи и романтическую атмосферу. Дизайн помещения был дополнен авангардными светильниками из жести в конструктивистском стиле, который лично разрабатывал Александр Родченко. В новом модном месте, слава о новом модном месте, быстро распространилась среди творческого бомонда. В 1918 году это здание стало центром культурной жизни Москвы. Культурную программу подбирала художественная коллегия кафе, куда входили Всеволод Мейерхольк, театральный режиссер Морис Шлудлейд, Александр Кроль и художник Георгий Якулов. Здесь Всеволод Мейерхольк поставил испытатель незнакомка по одноименной поэме Александра Блока. А с 1 мая 1918 года Владимир Майяковский провел свой прощальный вечер с Москвой. Ну и сейчас до сих пор здесь проходят различные выставки, художественный салон здесь работает. На самом деле это очень теплое такое какое-то место, мне кажется, в Москве, куда можно сейчас тоже прийти. И еще одно здание я вам хотела бы сегодня показать. Это ресторан Яр. Помните, «Эй, Емщик горит, гонит от Яру»? Такая была песня. Гулять на широкую ногу в Москве было принято, кажется, всегда. Однако начало грандиозным историчным пирушком положил именно Яр. Знаменитый ресторан, который сегодня называют не иначе, как легендарным. За все время своего существования, начиная с 20-х годов 19-го века, Яр не раз переезжал и перестраивался. Использовался по назначению и без онова. Переживал лучшие времена и не самые лучшие. Спустя почти два столетия вновь стал тем, за что его в свое время полюбили Чехов, Куприн, Горький и Шаляпин. Именитых гостей в Яре побывало немало. С недавних пор к этому списку может присоединиться каждый. Впрочем, чтобы крутить так, как бывало крутили московские богачи, лучше заранее исследовать территорию. Итак, история Яра началась в канун 1826 года, когда француз Транкль Яр открыл ресторан имени себя на пересечении улиц Крузнецкий мост и Недлинный. Тогда розетта «Московские ведомости» сообщала, что открылась ресторация с обеденным и ужинным столом, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Предприимчивый Яр одним Яром со временем решил не ограничиваться, и спустя 12 лет филиал знаменитого ресторана открывается в деревянном одноэтажном здании возле Петербургского шоссея, ныне это Ленинградский проспект. Еще через несколько времени ресторан на Кузнецком мосту был закрыт, и с той поры работал только здесь, за Тверской заставой. Помещение ресторана, при котором был устроен небольшой садик, состояло тогда из небольшого общего зала и нескольких отдельных кабинетов. А никаких увеселений у Яра не было, и от обычного скромного заведения он отличался лишь тем, что кухня была здесь отменная, и накормить запоздалого гостя мог иногда и сам хозяин. После трампы Яра владельцы сменялись один за другим, и при том именно здесь впервые появились цыгане, теперь сказать трудно. Публику это привлекало всегда, ведь послушать цыганский хор в то время можно было только в загородном ресторане. В Москве цыганам петь запрещалось. Своим разгулом и купеческими путежами, и забавами Яр стал знаменит в 1870-х годах. Подгулявшие купцы резвились, как могли, например, играли в аквариум, наливали в рояль воду и пускали туда живых рыб. Также в Яре был специальный прескурант. Вымазать официанту лицо горчицы стоило 120 рублей, а запустить бутылку венецианское зеркало – 100 рублей. Хозяина подобной забавы были только на руку. Все имущество было застраховано, и деньги он получал как скрутил, так и со страховой компанией. В 1896 году ресторан приобрел новый владелец Алексей Акимович Судаков, ярославский крестьянин, добившийся успеха своим умом и талантом. Обслуживание в Яре всегда отличалось изыскенностью, а теперь уже и подавно. Если кость ресторана подходила к бассейну, указывала перстом на ту или иную рыбину, и тут же вылавливали сачком, и любитель вырезал ножницами из жаберной крышки фигурный кусочек. Когда рыбу подавали на стол, уже отварную кусочек перекладывался к вырезу. Если совпадал – рыба та. Все было без обмана. В 1910 году Судаков перестраивает яр по проекту архитектора Эрихсона. Из деревянного дома ресторан превращается в дворец с колоннами. Слава яра росла с каждым годом. Вскоре ресторан и вовсе приобрел статус московской достопримечательности, обязательной к посещению. Тогда в Яре было два огромных зала – летний белый и зимний наполеоновский, отделанных впечатляющей даже по тем временам роскошью. В каждом зале была своя эстрада. Наверху находились многочисленные кабинеты с балконами, выходившими как театральная ложа в зал. В ресторане была и императорская ложа. Правда, Николай II Яр никогда не посещал. За него это делал Григорий Распутин. С ростом популярности Яры расширялась и культурная программа. Расширялась, концертная программа тоже расширялась, на сцене ресторана выступали лучшие артисты, включая циркачей и фокусников. Несмотря на всеобщее увеселение, нравы в ресторане были самые строгие. Вскоре дрянула революция. Ресторан проработал до февраля 1918 года и впоследствии был закрыт. Все имущество было конфисковано. Несколько дней из Яры вывозили столовое серебро, мессинский фарфор, татины и хрусталь. В октябре 1918 года в Яре был открыт рабочий клуб имени Ленина. В годы НЭПа он еще недолго проработал как ресторан, пока в 1924 году он сюда не переехал в ГИК. В конце 1930-х годов здание передали управлению воздушного флота. Здесь решено было открыть клуб летчиков, так как поблизости на Хадынском поле находился центральный аэродром. Очередная перестройка началась в 1939 году. Один из ресторанных залов превратился в клубный, второй – в гостиную. Здесь же в июне 1941 года была сформирована 18-я дивизия Народного ополчения Ленинградского района города Москвы. В 1947 году сын Иосифа Сталина Василий был назначен командующим ВВС Московского военного округа. Именно по его инициативе в начале 50-х годов начинается новая перестройка Яра с перестройкой вдоль улицы Расковой гостиницы, которая получила название «Советская». В номере 301, который теперь называется «Сталинским», «Сын вождя» жил в течение года. Для посадки в гостинице в одном из залов бывшего Яра был открыт ресторан, где принимали только высокопоставленных персон, а позднее и мировых знаменитостей. Здесь побывали Маргарет Тэтчер, Мать Тереза, Пьер Картен, Нандире Ганди, А другой зал бывший Белый сначала стал кинотеатром «Победа», а позднее просто концертным залом. С 1969 года и по сей день здесь размещается единственный в мире профессиональный Центранский театр «Ромэн». Была проведена здесь реконструкция в 1998 году, потому что здание пришло в такое тяжелое состояние, и постепенно к Ярусу стала возвращаться былая слава. У входа в зал и гостей традиционно встречает медведь в шапке-ушанке и услужливый официант. Дань традициям, не иначе. Рядом книгиозов и предложений с записями на всех извертах мира. На противоположной стене портреты именитых гостей и аквариум с океанскими устрицами и камчатскими крабами, которых тут же могут по заказу приготовить. И здесь же воссоздан оригинальный интерьер 19 века с двухъярусной сценой тяжелыми бархатными кулисами, витражными оркнями, хрустальные люстры. А в меню Яра, меж тем, есть блюда, которые подавались здесь еще до революции. Они отмечены звездочками. Студин из бычьих голов, хвостов, форшмак из ростовской сельди, борщ старомосковский, стерлядь в шампанском, свинина по-старорусски и так далее. Собняком стоит десерт Пушкина. Холодный сладкий суп из малины и ревень, который подается с шоколадным маффином и ванильным соусом. А на сегодня это все. Я надеюсь, вам было интересно. Я всех вас благодарю за просмотр. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, что вам будет интересно. Всем пока-пока.